доброе утро друзья приветствую вас сегодня у нас уже по-моему 10 3 2020 год мы находимся возле речки мажепсин и сегодня еще уже начать закаляться то есть шлепанцы шортики то есть буду прям вот как ашот только не купаться вот полотенца моя без вот вообще отличное утро как те плюс 18 с утра почему сейчас он заплывает туда до турции туда-обратно завернешь сто процентов можно увеличивать купание то есть длине и мерзнуть будешь ну по-любому и ждать да и верить мне прислали поздравление не помню откуда это вот мужчина стоит с цветами в воде какой-то там залив холодный и поздравляет женщин с 8 марта и вокруг него лед плавает приезжайте к воду из хочешь померзнуть этого туда морская причем вода то есть со льдом там не знаю где это у нас там в россии такое есть ну в общем его бы не жарко сто процентов а так мне конечно порадовался не с утра выхожу у нас еще отопление не отключили и у нас прям от адский я приехал слышал отойти чуть-чуть от этой жары ветер поднял вроде холодно окно открыл не пойдешь где теплее да потом машину включился реально летнее утро а в смысле у наших ательера как сезон плохо без вас страдают люди приедете к ним уже пора приезжать и давать возможность я слушаю в этом году сезон обещает быть не очень для ательеров на самом деле я вот со многими общаюсь они вот очень сильно переживать на принципе этим заниматься каждый год и в конце когда они не переживали да то есть каждый год говорят что все будет плохо и потом спрашиваешь у них да все плохо все горели ой в крыму я там как очередь выстроена всегда говорилось и все почти миллиардеры вот с одного сезона дюны сносить начали чтобы сразу появились лишние деньги у людей ну посмотрим как в этом году будет интересно на самом деле что принесет нам сезон так что нормально будет я же говорю если взяли по отдохнуть в городе годика три вообще супер плохие сезоны да чтоб никто не приезжал да да разгородились бы сделали зеленые зоны полная мусорка смогли бы почистить пляж за три года привезти в идеаль и потом уже как открыли бы двери людям по дешевке за нормальную цену не нам по дешевке надо хороший сервис хорошая цена что было людям просто надо общие запасовки делать там города выбирать и бойкот им объявлять потом он раз быстренько почистил оба приезжайте у вас все хорошо у меня вчера жена была на витязовском пляже вечером и там прям усыпано все мусором было но сейчас выходные закончились и походу одну выброс был смотрел тут тоже видишь ну там прям и шприцы что только не бывает рассчитать ну что доброе утро морюшка температура воздуха у моря 18 7 градусов это у нас я часы не взял а сколько у нас сейчас всем 47 50 примерно по времени в принципе температура считаю хорошая для лета да отвратите ну да ладно тебе люди мне сегодня прислали говорит вас плюс 30 а у нас минус 30 вы чё делаете как ты туда ходишь вода холодная шоков там потеплее чем здесь ну давай с легким паром тебя да все равно холодно он постоянно вас обманывал на самом деле вот я зашел и водичка холодная можно чуть-чуть поглубже слушайте как-то днем теплее купаться причем гораздо я могу сказать не пойду я дальше пока посмотрим на что-то я тут нашел что-то в речке мажепсин лежит такое большое сегодня но контроль ведем это явно не бревно а что-то даже непонятное кусок трубы какой-то знаете как канализационных отверстики отодвинут ух ты ё тяжелый в общем какая-то мусорная суспенсия приплыла к нам то мусор то нефть что у нас только тут мы уже не видели кстати в речке водичка гораздо теплее все а что дальше не пошел решился занырнул именно тут поближе к берегу и это на самом деле хорошо что глубоко не ушел а то обычно как уйдет далеко видите сегодня волна и на самом деле сразу же включается режим самосохранения чтобы сохранить себя и мир вокруг вас поближе подойти прям удовольствием 33 сохраним давно не бродил по морю хотя вот чуть-чуть походил по воде многие привыкли но все равно ноги сводят сегодня прям вас репортаж из моря сашотов вот видите на руках буквально ползает по воде так что то сюда все кто перезевают мы тут прям в ванну можно сказать кашоту залезли так красивый кадр надо выбрать на заставочках но волны что-то не хотят создавать радужную красоту отлично вроде поймал чего хотел так температура воды 10 и 7 хотя вот вчера я купался получается в 13 практически градусов и было гораздо комфортнее по часу сейчас я вот стою у меня уже ноги такие покалывания идут главное чтоб не свело и обратно выползти из моря ну и теплый ветер самое интересное вот обычно когда водаём прохладный в этом году нет такого сильно знаете что у нас в Краснодаре там сильно большая температура далеко от моря у нас прохладно море в этом году не остыло за зиму и говорят что купальный сезон начнется на месяц раньше возможно мы не знаем как у нас как бы он видите не заканчивался все было хорошо да что то вообще не хочет выползать из моря у него вообще все прекрасно я тут стою у дядоги свой а он там купается и наслаждается кстати вот почему то мне тоже больше особенно в холодной воде нравится плавать на спине а так лег голову высунул и туда-сюда наслаждаешься тут еще пару градусов и температура воды будет комфортная для купания как вам говорят многие в наших речках больше и не прогревается так что практически можно сказать летние заплылы ура я тут уже замерз думаю не выдержу постоятия нет смог хорошо трясу наконец-то выползти из моря слушай у меня тут ноги замерзли как ты там сидишь я уже думал на 40 минут конечно не хватит но 10 минут можно было плавать да то есть уже натренировался ну вода ж наверно плюс 11 вода плюс 10 и 7 да почти плюс 11 вот вчера плюс 13 на большом утрише вот там было тепло а еще если а солнышко распогодится так сказать ветерок у нас подул сейчас он дует вот оттуда западный что ли херам правильная нет ну это видишь как люди привыкают со временем как то я не знаю то есть есть же тех кто сейчас нон-стоп купается по 40 минут в холодной воде то есть а часовом заплыве ежедневно ну когда пришел поставил палатку здесь чаечек там все дела впрочем если пенсию в 75 сделают вообще нормально Да тренируешься, да? Слушай, а если пенсию вообще отменят? Зачем? Кто сказал, что надо отдыхать? Надо работать, 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 а потом сразу, чтобы перерыва не было, не напрягать государство в могилу и все. Но в царской России тоже так думали, а потом карак революция сложилась. Тоже так думали, думали, думали. Потом в раз, и все случилось. Быстро и неожиданно. Это такое, знаешь, правильное нравоучение для власти мучших, что людям тоже надо отдыхать, да? Нет, восьмичасовой рабочий день сделал, пить и дневку, ежедневку, ежегодный отпуск. Сталин после войны даже прессионный возраст не поднял. Все, все, все клянут, ой, какие плохие коммуляги. Фу. Короче, везде свои прелести. Да, хорошо там, где нас нет. Лучше жить там, когда ты не жил. Нет, хорошо обсуждать тогда, когда ты не жил. Жить, наверное, там, возможно, было не совсем прям хорошо. С другой стороны, знаешь, что вот прельщает именно вот в те времена, ну даже вот времена детства, это натуральные продукты. Сейчас, понимаешь, вот за что ни возьмись, даже домашние какие-то там, везде есть пестициды, везде есть химия, и поесть что-то хорошее. Они все равно привыкают, адаптируют. Слушай, ну есть мясо без мяса, это уже как-то вообще проще его не есть. Ну для меня, например, очень удивительно сожрать стейк, который не прожаренный. Просто согласен. Не, ну любая кухарка, любой человек может не дожарить мясо. Вот для меня поварское искусство, когда оно все прожаренное. Когда оно вкусное, прожаренное. Да, вкусное и прожаренное. Согласен. А сырое мясо и дурак может пожарить. Причем это сделали таким символом, что прям... А я ни разу даже не пробовал. Такое мастерство не дожарить мясо. Для меня странно. Может для кого-то нормального, для меня странно. Ну это видишь, вот в каких реалиях, наверное, ты просто вот, когда растешь, да, к чему привыкаешь, то есть... И исходя из этого, у тебя уже формируется нормальность восприятия происходящего. Мне кажется, это чтобы меньше выживали. Это борьба с населением, так сказать. Там же легче подхватить всякие заразы. Умер и все. Зато они живут в самой счастливой стране мира. Вот когда у них там происходит разрушение, я всегда не расстраиваюсь. Ничего, зато люди живут в самой счастливой стране. Ну я прикалывался, а то еще правда подумал. Доброго бодрого утра, летнего из Анапы, плюс 18. Всем желаем такой погоды. Если где-то есть такая же, пишите ваши комментарии. Всем хорошего дня. Да, первого рабочего российского дня после праздников. Ну возможно, я знаю, что уже многие работали без выходных. Но все равно большинство сегодня выходит на работу. И сегодня, кстати, как тебе курс доллара? А, кстати, я только по телевизору удачу, очень большой. Ну как бы на 10 рублей выше стал? Ой, красава я, ой, красава, сегодня буду деньги зарабатывать. Ну, удачи тебе. Всем пока-пока, хорошего настроения. Хороший, мне нравится такой курс. Нравится такой курс. Ты сейчас буду продавать, а ты что по 47 вообще? Слушай, самое интересное, нефть подешевела, а бензин подорожает. Как обычно.